Дорогие друзья, приветствую вас на зоне ливийский куриный суп. Ну, типа чорба, да, вот есть. Мне, кстати, кто-то писал из подписчиков, что ты там чорба обещал показать. Их много, чорб есть. Вот первое сегодня будет чорба, ливийский суп. Очень простой, но забавный. Начну слегка обжаривать лук. Он готовится в одной кастрюле, что очень удобно. Растительное масло. Я могу его так бессистемно нарубить, помельче. Суп весьма быстрый, кстати говоря. Значит, есть. Теперь я возьму кусочек корневого сельдерея, очищу. Можно взять и стеблевой, это не важно, какой есть. Вот эти очистки я всегда замораживаю, потому что они потом для бульона идут. Сельдерей мытый. Я такая опытная хозяйка, я рациональная дедушка. Они после заморозки никак не становятся хуже. И теперь я сельдерей нарежу кубиками, ну как на оливье. Мне, пожалуй, что вот этого хватит. Здесь сельдерей принципиален. Есть. Жарим. Ну не мы, я. Иногда приходится говорить о себе во множественном числе, типа мы Николай II. Значит, куриное филе. Это может быть не только куриное филе, это может быть кусочки курицы с косточкой. Ну, суп неудобно есть, да, когда там с косточкой. Это может быть мягко корочков, бедер. Я нарезаю тоже его некрупно, чтобы кусок помещался в рот. Ну, он гарантированно поместится в рот. Я сейчас даже под детский рот все это делаю. Дети, которые этот суп неплохо едят, если его не сделать острым, так-то он должен быть таким с характером. Ну, детям всегда можно уменьшить количество перцев. В конце концов, перец можно положить себе в тарелку. Вот сельдерей с луком уже начинают прихватываться. Появляются первые признаки золотистого такого цвета. Я могу добавить уже сюда курицу. И обжариваю все вместе. Тем временем, вы видите, у меня готова банка резаных помидоров в собственном соку, очищенных от кожицы. Можно взять свежий помидор, просто его нарубить. И вот сейчас, когда вот это все уже прижарилось, курица запечаталась, зафиксировалась, вот так шмякну сюда помидоры. Пусть это все тушится. Значит, теперь специи. Значит, добавляю сюда, пока здесь еще нет много жидкости. Прогрею хорошенько сладкую паприку. И вот у меня смесь из четырех перцев выстрадана моими четырьмя органами чувств. Потому что эти специи теперь мы делаем с моим сыном Женей. Мы берем целые специи. Вот этими руками. Ну, машина, конечно, электрическая, но эти руки загружают эти специи в машину. Мы сами их перемалываем и заставляем очень интересные смеси. Смесь четырех перцев. Сюда. Вот так. Вот это сейчас хорошенечко здесь поженим. Видите, куриная грудка, она уже практически готова, потому что она некрупно нарезана. Помидорчики, лук, сельдерей тоже уже размягчился. Теперь вода. Я хочу, чтобы этот суп был густым. Это такой суп, знаете, как, мне кажется, он заменяет и первое, и второе. Сейчас я добавлю сюда соль. Вот как он смачно булькает. Вот, пробую соль. Как, по специям посмотрю. Ой, вот оно. Чуть-чуть соли только хочу. По специям хорошо. Остринка не дикая, она есть. Думаю, что даже дети смогут такое есть. Я вообще не слишком люблю острое. И теперь, друзья, добавляется лапша. У меня, видите, это на самом деле ошметки от тольятели. Ну, чем не лапша, верма? Ну, хотите, сделайте свою лапшу. Ну, как раз вот наломанные тольятели очень хороши здесь будут. Потому что суп практически готов. Сколько такое тольятели варится? Ну, 7-8 минут. Вот так. Сейчас, пока у меня варится лапша, я вам еще расскажу про наши специи. Потому что я горжусь ими. Да вот, кстати, у меня коробка есть. Здесь фирменный значок зоны Лазерсона. Вот она заклеена. Я сейчас вскрываю наклейку. Ну, есть еще одиночные специи. А это набор. Вот здесь что у меня? Это филиппинская смесь Адоба. Видите, написано, когда она размолота. Это все свежайшее. Значит, в упаковке здесь 50 или 80 грамм. Знаете, сколько специй в упаковке в магазине? Обычно 15-20 грамм. Приправа для мяса и для кебаба. Вот в котлеты, куда хочешь. Вот это. Восточная приправа для соуса к шаверме. Вот тот самый секрет соуса к шаверме. Вот он здесь. К любому мясу, к любой рыбе. Это всегда очень хорошо заходит, да? Я вам в конце дам ссылку прямо на тот кусочек магазина, на озоне, где эти специи есть. А хотите, если вы пойдете на озон, вы там можете набрать поиски просто зоны Лазерсона, и вы найдете все то, что мы с сыном ночами перемалываем практически своими руками. Значит, я сейчас не тороплюсь добавить сюда еще один компонент, который очень украсит этот суп. Но я вам скажу сразу, что это. Это лимонный сок. Беру терку, натираю цедру. Видите, я вращаю лимон постоянно, чтобы не попала белая часть, чтобы не было горько. Она чуть-чуть пойдет в суп, уже прямо сейчас. А вот лимонный сок лучше чуть попозже, чтобы уже лапша успела подвариться. Я сейчас так по-мужски чисто отрежу кусочек лимона, возьму ситечко, чтобы не попали семечки, если они будут выпадать с лимона. И нарублю зелень. Вот так. И вот теперь уже можно лимонный сок, и суп еще немножко поварится до той степени готовности лапши, которую вы любите. Если вы такой суп оставите на завтра, лапша, конечно, будет уже хорошенько разварена, вы тоже это можете иметь в виду. Поэтому можно, допустим, такой суп сварить без лапши. А потом, когда вы греете каждую порцию супа, ну, например, на плите, если, тогда добавляйте немножко лапши. Можно добавить туда вермишели, которые варятся буквально одну-полторы минуты. И тогда у вас всегда будет свеженькая лапша, она не будет в супе оставаться переваренной. Он иметь должен, ну, ощутимую кислинку. Ну что ж, я пробую. Сейчас я увижу заодно состояние лапши. А лапша уже, в принципе, и готова. Буквально еще пару минут, и я буду этот суп с чувством глубокого удовлетворения наливать. Вот вроде бы, ну, курица, ну, помидоры. Ну, мы все знаем, что такое курица, что такое помидоры. Что такое сельдерей, лук. Ну, вот специи украсили, особенно смесь четырех перцев. И кислинка вот в курином супе очень неплохо работает. Вот тебе уже элемент неожиданности, да, за счет очень простых компонентов, которые, наверное, есть у каждого, кроме этих специй. Но специи, пожалуйста, если хотите, конечно. Ну вот, две минутки прошло. Супчик, смотрите, как аппетитно булькнет. Я его подаю. Половник. Всегда на него приятно смотреть, потому что этот половник был куплен на Блашином рынке в Калининграде. Вот так, съешь такую тарелочку супа на обед, да, и первое, и второе. Ну, согласитесь, ребята. Знаете, как по-поварски пробовать вообще жидкости? Вот суп, например, значит, надо взять его в половник, вообще-то говоря, и чистой ложкой залезть в половник и отсюда взять уже нектар. Суп года. Непонятно, в каком году вы это видео увидите, ребята, да, но какой бы год ни был, считайте, что это суп наступающего года. Дай бог нам дожить до всех наступающих еще годов, верно? На этом я с вами прощаюсь. Суп очень хороший. Напомню вам, что я сегодня вам рассказал про то, что мы с сыном Женей начали делать вот такие специи, продаются на Озоне. Ссылка в вашем распоряжении под видео, и, может быть, немножко тепла наших рук попадут к вам домой. Ребята, до встречи на канале. Пока. Ну, детям всегда можно уменьшить количество перцев. В конце концов, можно перец положить себе в кастрюлю. Фу, блядь. В конце концов, перец можно положить себе в тарелку.